В работе семинара приняли участие руководители организации строительного комплекса Брестской области, проектных и подрядных организаций, заместители председателей, гурай исполкомов, курирующие вопросы строительства. Одним словом, все стороны строительного процесса. В центре внимания были итоги работы отрасли за прошлый год и задачи на год нынешний. Сегодня в целом итоги работы строительного комплекса Брестской области за 4 месяца по сравнению с прошлым годом хорошие. На уровне республики мы занимаем первое и второе место по многим показателям. В том числе и по вводу жилья. Но вот, к сожалению, в городе Барановичи есть проблемы среди предприятий. Несколько хуже работают предприятия, чем в прошлом году и хуже, чем остальной строительный комплекс. Если у нас по Брестской области 101,5% объем строительно-монтажных работ, то в Барановичах он значительно ниже. Поэтому мы определили, что нужно посмотреть глубоко, какие причины, что нужно сделать для того, чтобы исправить ситуацию и по полугодию, чтобы город Барановичи тоже выглядел достойно на уровне, как и вся область. В 2017 году на Брещине планируется построить 770 тысяч метров квадратных жилья. Продолжится возведение социально значимых объектов. Значительный вклад в это внесут и предприятия строительной индустрии Барановичского региона. Поэтому важно собирать специалистов и обсуждать проблемные перспективы развития отрасли. Практика проведения таких семинаров у нас традиционна. На таких семинарах мы показываем объекты, мы показываем промышленность, предприятия. А потом проводим пленарные заседания для того, чтобы выявить причины, которые мешают хорошо работать и найти пути их решения. Участники совещания ознакомились с ходом благоустройства района частной жилой застройки в районе Слонимского шоссе. На 2017 год Барановичам из областного бюджета выделено 4 миллиона 881 тысяч рублей на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Поэтому перед индивидуальными застройщиками открываются неплохие перспективы. Разрабатываем такую областную программу до 2020 года с целью ликвидации очереди в районных центрах и в районах сельских. Кроме, конечно, городов областного подчинения, тут не удастся нам эту проблему решить. Но в том числе и в Барановичах здесь у вас как раз получается неплохо, что есть еще перспективы выделения земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В Бресте мы пошли по пути из-за отсутствия земли как таковой на строительство города-спутника Джабинки. Но перспектива все-таки в индивидуальном жилищном строительстве. Участники форума посетили динамично развивающийся микрорайон Боровки. За 4 месяца этого года город перевыполнил полугодовое задание по вводу жилья. Жилой фонд Барановичей пополнился еще 37 тысячами квадратных метров площадей. Это составило 52% годового плана. В Барановичах в 2017 надо возвести 71 тысячу. Сегодня остро стоит вопрос уплотнения существующей застройки. Учитывая дороговизну и высокую стоимость инженерно-транспортной инфраструктуры, особенно это характерно для города Барановича в том числе, потому что новые районы располагаются в противоположной части города от очистных сооружений. И для того, чтобы обеспечить канализацию, нужно через весь город прокладывать новые коллекторы. Поэтому, конечно же, пошли по пути уплотнения застройки. Разными людьми это воспринимается по-разному. Если одни понимают, что сами живут в достойных условиях и нужно дать возможности другим людям, которые эту проблему жизненную еще не решили, спокойно относятся к этому вопросу. Тем более, что при уплотнении городской застройки улучшается и действительно инженерно-транспортная инфраструктура. В том числе и для тех жителей, которые уже живут в этом месте. Но, к сожалению, иногда возникают вопросы такие, что вот мы тут живем, нам тут ничего не надо, и другие люди пускай живут где хотят и как хотят. Поэтому вот мы сегодня в плане нашей работы как раз рассматриваем вопрос, как решаются эти проблемы в городе Баранович. Участники семинара обсудили пути удешевления строительства, ряд проблемных вопросов, пути повышения эффективности работы строительных организаций. На Барановичском комбинате железобетонных конструкций прошло пленарное заседание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова